Всем привет! Итак, завершился конкурс на пятитысячный объект, в результате которого вселенная SCP пополнилась сразу на 68 объектов, лучший из которых получил номер 5000. Причем SCP-5000 оказался настолько хорош, что набрал почти в два раза больше голосов, чем тот, что занял второе место и получил номер SCP-5999. А ведь SCP-5999 коллективно писали аж пять человек, и это были наиболее популярные авторы SCP, а не просто так случайные люди какие-то. Так чем же настолько хорош нынешний SCP-5000, что даже красивая история о том, как пять лучших авторов собрались вместе и написали объект номер 5000, не состоялась? Объект этот отлично продуман, написан и соединяет в себе множество других, а главное, добавляет в мир SCP действительно крутую глобальную загадку, которая вполне может послужить поводом для развития нового витка сюжета в SCP. А ведь тематикой конкурса изначально была именно загадка, то есть автор справился на все сто. Так в чем же его суть? Чтобы понять объект SCP-5000, нужно знать просто огромное количество самых разных штук в мире SCP. И если вы уже прочли SCP-5000 и не поняли, что там вообще за фигня происходит, этот ролик для вас. Поначалу кажется, что объект достаточно прост. Это какой-то продвинутый защитный костюм фонда SCP из другого мира, из параллельной вселенной, предполагаемое свойство которого в том, что никто не сможет заметить его носителя. Причем даже это невозможно проверить, ведь хитрая аномальная система маскировки сломана и не может быть восстановлена для испытаний. Единственное, что работает в этом костюме, это система хранения информации, в которой удается найти немало интересного. Большая часть объекта это файлы и записи из этой системы, которые повествуют о приключениях сотрудников фонда из иного мира, так вовремя надевшего этот костюм. Ведь сразу после этого случилось странное. Фонд SCP в том мире решил уничтожить человечество и выпустил кучу смертоносных аномалий на волю, только лишь с той целью, чтобы убить всех людей. Сам объект называется «Почему?». И вопрос того, почему фонд так сделал, и есть одна из загадок объекта. И она намного сложнее, чем может показаться изначально. И чтобы немного понять саму суть объекта, его надо начать разбирать и осмысливать с конца в начало, внимательно читая все связанные и просто упоминаемые объекты. Не гениально ли это? Итак, суть последней записи в костюме заключается в том, что его носитель прыгает в дыру, в полу, в которой находится SCP-579. После чего умирает из-за неудачного падения и удара мягкого тела о твердую поверхность. Костюм с трупом внутри появляется в нашем мире в камере содержания этого самого SCP-579. Что же такое SCP-579? Это настолько секретный объект, что информация о том, что он есть, доступна только с совету О5. А на сайте SCP почти вся статья состоит из данной удаленной. Но благодаря SCP-5000 мы узнаем, что как минимум этот объект может перемещать вещи между мирами, и что он представляет собой какую-то сущность, куда можно залезть или войти. Но зачем главный герой прыгнул в аномалию с непредсказуемым эффектом? Так он сделал потому, что его в этом убедила SCP-55. В некоторых частях рассказа кажется, что SCP-55 овладевает разумом героя. SCP-55 сам хочет попасть внутрь SCP-579. Тогда что такое SCP-55? Это нечто, о чем невозможно сохранить информацию. Про этот объект есть целый хаб от дела антимеметики. Суть которого в том, что весь мир, все люди поражены неким меметическим вирусом. Только в камере содержания SCP-55 он по какой-то причине не действует на разум. И от осознания истинного положения дел, вошедшим в комнату, либо выворачивает мозги, либо они сразу все забывают. SCP-5000 показывает нам, что SCP-55 это разумный предмет или небольшое существо, которое помещается в чемодан. Оно обладает значительными псионическими силами, потому что легко манипулирует главным героем, чему он даже рад и совершенно не пытается сопротивляться. Герой рассказа настолько доверяет этому объекту, что использует его как бы для того, чтобы перематывать время в длительных путешествиях, полностью отдаваясь ему разумом и телом. И вот SCP-55, подчинив волю человека, заставляет его совершить самоубийственный прыжок в неизвестность, только чтобы сам этот 55 оказался внутри 579, после чего происходит событие, которое выкидывает костюм с уже мертвым человеком в наш мир. То, что SCP-55 и SCP-579 это части одного целого, можно было понять еще из статьи SCP-001, той самой, которая говорит о том, что самый первый SCP это комплекс создающий аномалии, и в нем SCP-055 и SCP-579 похоже появились как одна вещь. Причем про эту вещь в самой статье есть такое замечание. Круглой затычкой квадратную дыру не заткнешь. А из файла самого SCP-55 мы знаем, что все, что узнал фонд SCP-55 это то, что он не круглый. Объект 579 это дыра в самой сущности мира, а объект 55 это кусок, которым ее можно заткнуть. Возможно еще и поэтому, 55-го невозможно осознать, ведь он как бы изъято с ткани мира, а еще он не круглый. Так что же такое случилось в результате контакта этих двух аномалий? По всей статье раскидано огромное количество подсказок и намеков, и первое из них это изображение самого SCP-579. Так, ну это же просто черный экран. Да, это действительно картинка с черным прямоугольником, но в ней скрыто послание. Чтобы его прочесть, можно воспользоваться инструментом, который позволяет зашифровать в картинке тайные послания и извлечь их обратно. Ссылку на такой я оставлю в описании. После того, как мы сделаем это, мы получаем сообщение. Рука, в которой я сжимаю документ, начинает дрожать. Есть подтверждение. Вчера пришел доклад от группы Пневмо. Кивает он. Все до единого. Даже мы? Даже мы, Теджани. Подумать только. Я и вдруг согласен с этой чертовой ящерицей. Что будем делать? Ты знаешь, что надо делать. Прежде чем начать, надо распространить вакцину среди персонала. Иначе они попробуют нас остановить. Помоги нам Бог первый. Не надо так, Теджани. Это его слова, а не твои. Помещенный внутрь SCP-579, SCP-55, по-видимому, в благодарность за помощь, передал нам зашифрованное послание. Запись, в которой глава комитета по этике фонда ИО-501 согласны с ящером. Ну а ящер это очевидная SCP-682, неуязвимая рептилия, которая ненавидит всех людей и желает их уничтожить. Итак, теперь мы знаем, почему фонд SCP решил уничтожить всех людей. В том мире его руководство согласилось с ящером, который всех ненавидит. Но что же такого знает неуязвимая рептилия о людях, согласившись с чем, можно начать уничтожать все человечество? Что в голове у бессмертного ящера не знает никто. И даже доктор Брайт, который в одном популярном рассказе, используя силы своего амулета, проник в разум этого существа, но толком ничего не понял. Ведь разум этой твари намного сложнее человеческого. Ясно только то, что ящер видит в людях нечто такое, что он ненавидит. И это же увидело руководство SCP из того мира. Однако, после проникновения в разум ящера, Брайт также проникся презрением к людям и потерял то нечто, что ненавидит ящер. В SCP-5000 есть интересная диалога, с которого становится ясно, что Брайт решил уйти в другой мир через SCP-1437, который представляет собой дыру в случайное измерение, при переходе через которое умирает все живое. Однако Брайт по какой-то причине понимает, что он не умрет. Если прочесть файл SCP-1437, можно заметить, что из межпространственной дыры выпадали только мертвые люди. Так что неизвестно, убивает ли он вообще все живые организмы, животных или растений, или только людей. Также у выпавших из дыры не было никаких повреждений, которые бы могли привести к смерти. А в сумме с тем, что Брайт не боится лезть в дыру, не значит ли это, что дыра при переходе отнимает что-то у человека, чего уже лишен Брайт? И именно это служит причиной смерти. В самом SCP-5000 говорится, что сотрудники фонда, занимавшиеся уничтожением человечества, не чувствовали боли и имели безжизненные глаза. Они стали такими после того, как внутри фонда была разослана некоторая меметическая инфекция, которая превращала всех, кто с ней контактировал, в подобие живого мертвеца. Но, возможно, это и не инфекция вовсе, а лекарство. Ведь тот же SCP-049 чумной доктор тоже видит всех вокруг как больных. И после его лечения они тоже становятся живыми мертвецами. А если учесть ту теорию, в которой ящер – это сущность одного из лордов Аллагады, и сам чумной доктор – также порождение Аллагады, их общие взгляды на человечество становятся понятны. Но фонд нашел куда лучшее лекарство, чем SCP-049. Ведь излеченные сотрудники фонда не превращались в живых мертвецов, а оставались по сути обычными людьми, просто лишенными чувств. Итак, у нас остался главный вопрос. Что же конкретно ненавидел ящер в людях? Что лечил чумной доктор? И что уничтожил фонд SCP того мира, в котором сотрудники фонда решили покончить с человечеством? Самая главная подсказка содержится в SCP-55. Вернее, в хабе антимеметики. Ведь, как мы помним, все человечество поражено некой меметической сущностью. В SCP-5000 говорится, что фонд запустил проект под названием «Пневма», в результате которого ученым фонда удалось подключиться к психосфере, которая, судя по описанию, все та же ноосфера, про которую, кстати, на этом канале совсем недавно вышел отдельный ролик. Занимаясь этими исследованиями, фонд придумал способ просто отключить человека от психосферы. И по какой-то причине люди, отключенные от психосферы, начинают испытывать отвращение к ней и желают уничтожить ее носителей, чем фонд в мире SCP-5000 занимается. Получается, что фонд стремился уничтожить не столько людей, сколько коллективное бессознательное человечество путем сокращения его носителей. Интересно, что это действие заставило библиотеку странников порвать связи с этим миром. По какой-то причине хранилище знаний, лежащее где-то между мирами, посчитало это угрозой для себя. Но подождите-ка, в SCP-5000 есть еще одно секретное послание. Его можно увидеть, если посмотреть исходный код страницы. Оно написано нулевым размером, и прочесть его можно только так. Говоришь, вторжение, так? Может, такое происходит в последний раз? Так, не говори так. Тебе, наверное, тяжелее. Все так говорят, стоит им узнать что-то неприятное. Господи Иисусе. Не, в таком за пару часов не разобраться. Можешь посидеть минуточку тихо? Что за вопросы? Конечно, не могу. Нет, пока нет. Ощущение, что в тебя вторгаются. Почему нет? Не говори так. Вообще не говори об этом. Не надо было нам трогать. Я все думаю, может, лучше было бы взять и все закончить, учитывая, что мы узнали. Как, по-твоему, долго они еще будут? Но нет, все еще не так. Все, чем я являюсь. Знаешь же, что они скажут? Это я. Все кончено. Понадобится какое-то время. Ты же мизофоб, верно? Что пришел ответ? Не надо было нам смотреть. И ты сомневаешься, что кто-то еще когда-то об этом заговорит. Мне не по себе. Кажется, что это какие-то бессмысленные обрывки текста. Ну, вообще-то это так и есть. Это обрывки фраз, которыми общались сотрудники фонда в объекте SCP-2998. Вернее, даже в шестой итерации этого объекта, где мир людей был уничтожен недоброй сущностью из космоса. О чем же таком они говорили? В шестой итерации SCP-2998 два сотрудника фонда понимают, что для того, чтобы спасти их умирающий мир, необходимо взять SCP-55 и отнести его в зону 62С. Ту самую, где фонд SCP хранит SCP-579. И после того, как это им удается, мир снова становится нормальным. Так сказать, сбрасывается до своего предыдущего относительно нормального состояния. То есть получается, что когда мир становится слишком ненормальным, SCP-55 находит себе, так сказать, героя, который относит его к SCP-579 и просто переделывает мир так, чтобы он снова стал нормальным. И об одном из таких событий и повествует SCP-5000. А еще SCP-5000 это пример того, что даже простая история о том, как герой, несущий одну непонятную фигню к другой, может иметь огромную глубину. В описании я оставлю ссылки на некоторые видео, которые помогут лучше понять все, о чем тут говорилось. Всем пока!